Божаю здоровья, шановные украинцы! Желаю здоровья, уважаемые украинцы! Сегодня состоялся визит в Киев президента Гватемалы, первый за все годы нашей независимости. И дело не только в том, что мы получили от этого латиноамериканского государства полную поддержку, но и в том, что наше отношение с ним – это мостик ко всему региону Латинской Америки. Украинская дипломатия постепенно открывает для общества новые магистральные направления – Центральную и Южную Америку, Африку, страны арабского мира, Южной и Юго-Восточной Азии. К сожалению, внимания к этим макро-регионам было мало. И это чувствуется, когда нужно аккумулировать поддержку для Украины, в частности, на международных площадках. Я благодарен Гватемале и господину президенту Джаматеи, с которым сегодня провел переговоры, за принципиальное и последовательное осуждение российской агрессии и участие в защите международного правопорядка. Кризисы, созданные Россией, бьют по всем в мире. И никому не удастся остаться в стороне, когда Россия провоцирует хаос на рынке продовольствия, на энергетических рынках или просто в международных отношениях. По результатам переговоров я уверен, что позиция Украины будет услышана в Латинской Америке. Договорились с президентом об отмене визовых ограничений и о перезапуске торгово-экономических отношений между нашими государствами. Сегодня мы увидели очередные газовые угрозы Европе. Даже несмотря на уступки по турбине для Северного потока, Россия не собирается возобновлять поставки газа европейским странам, как она обязана по контрактам. Все это делается Россией специально, чтобы европейцам было очень сложно подготовиться к зиме. И это откровенная газовая война, которую Россия ведет против Объединенной Европы. Именно так это нужно воспринимать. И им все равно, что будет с людьми, как они будут страдать. От голода из-за блокирования портов, или от зимних холодов и бедности, или от оккупации. Это просто разные формы террора. Для этого нужно бить в ответ, не думать, как вернуть какую-нибудь турбину, а усиливать санкции. Делать все, чтобы ограничить российские доходы не только от газа и нефти, но вообще от любого еще оставшегося экспорта. И максимально разрывать торговые связи с Россией. Потому что каждая такая связь – это потенциальное средство давления России. Ежемесячно только усиливающийся газовый шантаж Европы нужен государству-террористу для того, чтобы ухудшить жизнь для каждого европейца. И это действительно можно рассматривать как стимул, чтобы восьмой санкционный пакет ЕС был значительно весомее, чем недавно утвержденный седьмой. Одобрил сегодня важные кадровые решения. В частности, руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять комитет по вопросам разведки при президенте Украины. Новым командующим сил специальных операций вооруженных сил Украины назначен боевой генерал Виктор Харенко. А генерал Григорий Галаган переводится на другое направление и в целях обновления службы безопасности Украины назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций АСБУ. И отдельно хочу поблагодарить сегодня наши десантно-штурмовые войска, Сечеславскую бригаду, которые приземлили два российских военных самолета и один вертолет, чуть более чем за сутки, должны сделать все, чтобы распространить такой опыт приземления на все российские авиационные и ракетные изделия в нашем небе. Вечная слава всем воюющим за Украину! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине!